Вроде как только 5 вечера, а уже так, знаете, сумрачно. Камера, правда, показывает такую ясность неба, и как будто так светло. А на самом деле нет, небо пасмурное, оно в тучах. Но приятно, что камера врет, мне очень приятно. И листья такие желтые-желтые. Они же такие желтые и красивые не только на деревьях, они же у меня и вот тут красивые. Вот, так я, собственно, и вышла на дело. Буду сейчас убирать во дворике, быстренько хочу пробежаться. У меня там пока один помощник по дому бегает. Вот, я вам там снимала мотивацию, шкаф разгребала. И включила его, пока он бегает, а я думаю, давай-ка я выйду здесь поубираю, заодно и вам поснимаю. И поприветствую. Скорее всего, это будет новый влог, поэтому всем привет. Всем отличного дня, прекраснейшего настроения. А мы с вами за работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По-моему, я еще на балконе. Вечером мотивацию не проводила. Хочу поселить на балконе, на чистом. Сейчас или кофе попью, или чай зеленый. Я не буду утверждать, что я не устала. Я, конечно, устала. Сейчас был анекдот. Я как раз заканчивала в этом расхламление шкафа. Если что, то это у меня в прошлом ролике. Расхламление шкафа. Я заканчивала уже уборку там. И там стук такой в дверь. А я ждала как раз девушку, которая должна была прийти взять этот мешок с вещами, который я расхламила. Я там подоречилась. По-моему, поднимается ветер. Поднимается ветер. Это Баку. Часа назад его не было. Сейчас поднимается ветер. Ну вот. Да, стук такой в дверь. И я так быстро подбегаю. Открываю. Но думаю, это, наверное, она. И вот я открываю дверь. И так стоит старший сын Джанетту. И значит, как я открываю, он так, Санту вызывали. И я говорю, для Санты как бы рано. Рановато Санту пришел. И он, знаете что, он, ну, достаточно задолгое время до праздника, до новогоднего праздника. Я такая, да, какая-то такая вся погитая. Я устала. Простите, пожалуйста. Да. Вот он, значит, разносит по подругам своей мамы, ну и по своим подругам тоже, разносит кулечек такой. А в кулечке у него магнитики. И мы должны с закрытыми глазами выбрать магнитик. А магнитик, как всегда, бывает какое-то слово написано. Вот. Что я... И мы вытягиваем. То есть, ну раз что вытянули, то и получили. Кто-то благополучие, кто-то удача, кто-то деньги, кто-то здоровье. Вот. А что я вытянула в этом году? Я вытянула... Что есть, то есть. Не опять, понимаете? Я вытянула счастье. В прошлом году я вытянула, не помню, что. Надо посмотреть в магнитиках. Но у меня как-то все магнитики дидерфилитизируют. Потом их не найдешь. И с огнем насыщешь. Любые магнитики, которые попадают на мой холодильник, они потом указываются в итоге. Либо под холодильником, либо сегодня я когда убирала, там распламляла в спальне шкафы и убирала за кроватью, я там вытягивала игрушки, как они туда могли попасть. Они туда никак не могли попасть. Но вот дидя постаралась. Она молодец. У нее получается. У меня чай фенхелевый, такой ароматный, ароматный свечер. Я сейчас посижу, отдохну с полчасика и пойду на ходьбу к вечернюю. И полтора-два часа буду ходить. Ну а потом, как обычно, я душу, масочки, кремики. Все, как я люблю. И потом, когда ты задикнул, ложишься и настраиваешь себя на новый день, следующий день. Дай Бог нам всем войти в следующий день. Моя одна моя подписчица, Афет Мамедова, она написала такую хорошую фразу. Ну я когда говорила во влоге «Спокойной ночи» желала, она, знаете, ну тоже так, на азербайджанском эта фраза так хорошо звучит. На русский она, значит, переводится на такого типа «Добрые ночи», и чтобы утро открылось. То есть увидеть утро. И ночи добрые, и утро увидеть. Так что желаю вам всем доброй ночи и пойти в следующий день. Я здесь перемыла себе, ну обед собираюсь готовить. Перемыла, у меня 4 бедрышка куриных и 2 филе. Я сейчас хочу кожицу снять, вот эту выбросить, естественно. Отделить на бедрышках мясо от костей. Косточки заправлю сюда, поставлю вариться. Бульон у меня будет просто наваристый. Делаю себе в заготовке. И все остальное я буду прокручивать. Вот мясорубку уже приготовила. В общем, буду заниматься обедом. Что будет, походу, будет понятно. Пока не знаю. Вы только посмотрите, как современная молодежь приезжает к педагогу. На урок. Понимаете? Было такое, что и на велосипедах. Это еще что-то. На руликах. Конечно, респект. Грязи у нас полно, ничего не скажешь. Я же вчера, когда стала делать этот куриный фарш, я вот взяла филе куриное, и у меня еще были бедрышки, да. Ну, я только стала делать фарш, потом так получилось. На самом деле, у меня дочка с внучкой заболели. Вот. И я побежала к ним. Надо было кое-чем помочь успеть. И фарш у меня остался. Потом уже, когда я домой прибежала, я с этим фаршем, в общем, стала разбираться. Но на самом деле, прежде чем делать фарш, я отделила немного вот это вот филе, не филе, ну да, можно так сказать, филе бедра. Нарезала, нарезала, ну, кусочками. Ну, а потом можно, знаете, в виде соуса и в запеканку пустить. Ой, не в запеканку, а в этот, с грибами потушить, например, тоже будет очень вкусно. А из фарша, из смешанного фарша, там у меня и филе, белое мясо и красное мясо. В общем, и бедрышки, и грудинка, грудка. Вот. Я просто фарш вот такой вот сделала. Но я его потом, знаете, я хотела его пополам, на самом деле, потому что я все равно такой объем не съедаю. Я половинку. Ну, ничего, потом поломаю. А уже забыла. Скорее говоря, делала быстро-быстро. Уже было дело к ночи. Накрутила вот таких вот тефтелей. И еще из остатков, ну, у меня четыре, у меня же было четыре бедра. Вот здесь косточки. Как раз я сварила бульон куриный. Здесь у меня и лук, и морковка. Я буду сейчас это процеживать. Ну, вот, посмотрите, у меня здесь сколько еды впрок. Это у меня на два блюда пойдет. Ну, это пойдет на одно блюдо, но съедается оно не сразу. И вот это вот пойдет на два блюда, но съедается каждый не сразу. Это на одно блюдо съедается не сразу. И когда я ем, например, супчик, я вот такие вот шарики мясные, эти куриные, ну, у меня два, максимум три, например, в тарелке. Ну, три нет, а вот два точно в тарелочке бывают. Ну, все зависит от аппетита, на самом деле. Так что, если так посчитать, то у меня тут добра-добра получается. Вот еды. Еще плюс у меня бульончик, на котором я могу сделать потом суп, если что. Могу вообще макароны сварить, гречку могу сварить. Очень вкусно будет. Вот еда. Вот еда. А бульон-то, знаете, зачем такой темный? А потому что лук у меня был там фиолетовый, а бульон получился темный. Ну, это же не страшно. Ничего тут такого нету. Все. Тоже отправляется в заморозки. А это я вынесу кошкам. Там у нас возле мусорки периодически они обитают. Вот. Еды, слава богу, полно. Когда есть мясное, значит, у тебя есть еда. Правда? Вот у вас такое отношение? Вот у меня лично так. Если я знаю, что у меня в морозильнике есть что-то мясное, значит, я знаю, что у меня есть еда. Правда. Я вообще на самом деле не совет. Я скажу вам откровенно, я соскучилась по мясу телятины. Я потихонечку начну все-таки вводить в рацион мясо телятины. Ну, коровье. Я буду это отваривать в основном. Или, ну, максимум тушить. Максимум тушить, а так потихонечку нужно вводить. Но без мяса мне трудно. Я не знаю, как люди вот живут только на овощах, я понятия не имею. Правда. Как можно жить просто на овощах? Девочки, вот скажите, вы как? Вы вообще можете продержаться? Ну, ладно, день я тоже могу продержаться на овощах. А вот больше, чем, больше одного дня можете? У меня вот эта вот досточка, она хоть и хорошая. Вот эта фирма Лимон, очень хорошая фирма. Но я на ней сейчас уже, знаете, вот замораживаю. В основном у меня не у меня идут в морозильник, когда я делаю заморозки. Так видите, уже в каком состоянии она. Она не отмывается. Я что-то не пробовала, она уже ничего, уже все. Вот, хотела узнать, какое у вас отношение к мясу? Ну вот, можете вы продержаться без мяса больше одного дня? Я один день могу. На второй день я уже буду чувствовать, что чего-то не хватает. У меня мама тоже такая была. Но когда она не ела мясо, ее трясло. Это потом она уже с возрастом как-то так. Ну, а так она мясные блюда прям поглощала только так. И папа у меня мясоедом был. Папа тоже вот мясное всегда должно быть. Мне кажется, вообще для людей Кавказа, это вот для восточных людей, мясо в рационе это в приоритете. Правда? Мне так кажется почему-то. Что я делаю? Что я делаю? У меня сейчас рыбка, филе этот, стейк, семги в духовке. Я готовлю себе обед, потом буду работать. Потом, наверное, вечерком пойду к дочери. Дидя у нас, внучка моя, она, знаете как, вот в садик выйдет, неделю буквально походит, ну не знаю, дня три-четыре. Домой приносит какую-нибудь заразу. Сама болеет, потом у меня вот дочка. Дочка же больше в контакте бывает с ней, да, то есть постоянно с ней в контакте. И она тут же подхватывает иммунитет. Вот я не знаю, прям иммунитет очень слабый. Она тут же подхватывает у нее все эти вирусы и тоже начинает заболевать. Вот. Ну вот так. И все. Получается так, ребенок у нас неделю-полторы недели дома приходит в себя, потом три-четыре дня в садике, потом опять неделю-полторы недели дома, потом опять... В общем, вы поняли мою арифметику. Вот. И я у дочери тоже спрашиваю, я говорю, Кам, слушай, ну подожди, а другие дети как? Она говорит, мам, вот все дети так, там так, чихают, кашлят им. И у меня, например, среди учеников, ну, очень много болеющих. Вот очень много. У меня есть такие дети, которые, ну, просто вот, я не знаю, как-то не вылазят из этого состояния. Родители уже просто разводят руками. Вроде говорят, и все обследовали, уже все посмотрели. Анализы все поздавали. Но все равно, говорит, непонятно, температура держится и все. Что за вирус такой сейчас их так сломил? Очень многие дети, вот просто очень. Если у ребенка еще хоть как-то иммунитет более-менее, да, то есть он такой, он может бороться с этим вирусом, то дети как-то быстро выходят из этого состояния. Если иммунитет ослаблен, то дети все, очень долго болеют. Я даже так удивляюсь, я вот с родителями говорю, да что ж, родителями их разговариваю, и говорят, да что ж такое, ну, почему ребенок так долго болеет, да что же это за зараза такая вот прицепилась. Вот они мне говорят, вот вы поверите, не знаем. Вот уже и то сдали, и это сдали, и все сдали. И вроде показатели нормальные, вроде все нормально, а вот ребенка температура, а вот ребенок соплевит, а у ребенка вот кашляет, и вроде и с бронхами все нормально, и с легкими все нормально. И на гайморит проверяли, и на все проверяли. А что такое, как, чего? что у нас летает в воздухе скажите пожалуйста я так немножко просто такая к более менее спокойно потому что у меня как бы в августе месяце я переболела этой какашкой очередной и в очередной раз во второй раз и как-то так есть сижу считаю так август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь у меня вроде как 6 месяцев вроде как законы 6 месяцев у нас есть иммунитет на думаю наверное меня это как-нибудь спасет хотя бы этот иммунитет антитела у меня есть наверное спасет вот не знаю вот честное слово не знаю это вот эта бичка современной вот этот вот у нас солнышко у нас знаете пробивается солнце сейчас идемте на улицу и солнце смотрите в окошко видите а у меня привычка несмотря на то что на кухне с цветком я все равно должна включить цвет обязательно ой посмотрите какое солнце чуть за запах вроде должно быть все нормально сосед пока не торопится делать навес вроде как начал но это запах горелый я думал это у меня в горит нет у меня все нормально зато у меня как всегда белье цветочки крепчают крепчают растут новые листики и это крепчает хорошо пошли и уже вот 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 такая новая жизнь тут уже все хорошо все отлично вот и там у меня все отлично видите все как обычно соседское дерево старается вовсю во всех старается чтобы я не расслаблялась а чё же я думаю буду вот смотрите у меня та часть она такая спокойная сейчас уже так ветки иголки не падают сосен не с такой большой скоростью соседское дерево у меня тут прям старается в этой части двора так что у меня везде этих листьев полно вот единственное что вот эти немножко хотя нет я тут же из не вижу но но скорее всего это не то что они маленькие а вот эти как побольше они как возьмутся хорошо как хорошо да хорошо да ничего хорошего откуда-то все-таки идет дым это задымленный странная и запах такой горелого что то есть и не знаю там я надеюсь никто не горит как будто что-то палит вот я прям вот вижу как дым идет может быть вы тоже видите вот здесь на фоне этой елки прям видно все такое задымленное я надеюсь что у нас тут ни у кого из соседей пожара нету надеюсь ну вот оно логическое завершение дня у нас дождь а сосед все-таки успел сделать навес но только теперь есть проблема у него же навес какой без без вот этого покрытия понимаете теперь всю ночь пока будет идти дождь я не знаю сколько он будет идти на вот сколько он будет идти он будет стучать по крыше а вот оно мое окно которое я на ночь открываю понимаете так что мне быть весело запах гари так и стоит у нас не могу понять в чем дело я сейчас перед сном монтирую вот этот вот ролик но думаю немножко еще есть время как раз смонтирую мониторю аналитику и просматриваю ваши комментарии и мне сейчас прилетает один комментарий значит мне сделали комплимент по поводу того что у меня нет акцента азербайджанского а я пишу что у азербайджанского акцента нет зато бакинский периодически пролетает и меня спрашивают а в смысле а разве это ни одно и то же я говорю нет это ни одно и то же я во влоге это объясню знаете что такое бакинский говор бакинский акцент это вот так идем да Да, ну говори да, ну сколько можно? Знаете, есть такой анекдот, как чирикает бакинский воробей. Чирик, да.